Каждый по-своему справляется с неуправляемым хаосом, который из себя представляет матчмейкинг. У некоторых цель стать этим хаосом. Ещё часть людей хотят победить, несмотря ни на что. Неважно кто это, выходящие читеры, убивающие своих, не затыкающиеся Сильвера, или люди, которые используют М-ку Сайленс вместо М4А4, мы все горели от гигантского пламени под названием матчмейкинг. Вопрос, как ты с этим справляешься, потому что то, как ты ведёшь себя в ММ, может много сказать о тебе как игроке. Но для одного из самых добрых, самоотверженных, стратегически подкованных легенд кундерстрайка, это ответ простой. Стать совсем другим. Очень плохим. Встречайте плохого Фоллина. Это альтер-эго Габриэля Толедо, который он использует для борьбы с этиодизмом в ММ. Плохой Фоллин, злой. Так кто его убил? Он манипулятор. Чуваки, дайте мне оружие. Спасибо. О, спасибо, это лучше работает. Я забрал автомат у него. И как ни странно, он выражает тот нужный уровень агрессии, в котором нуждается большинство игроков. Он идёт прямо на него. Куда ты идёшь? Если ты чёртов открывающий. Первый, кто пойдёт в бой на пистолетке. Бога ради. Прыгни. Прыгни. Ты понял? Прыгни. Такого больше не произойдёт, как было сейчас. Итак, каким образом такая упрямая и мерзкая личность стала ресурсом для полезных навыков и самой любимой личностью во всём Counter-Strike? Если вы фанат киберспорта и не знакомы с Fallen, вы должны его знать. Он один из самых грозных авапперов за всю историю. Как они both get close enough, Рейн, considering upper, has Alu, go look low, hits the defuser, Fallen gets back! That is incredible! That might be the game in itself, an absolutely brilliant play from Fallen. And Happy even waiting for the push in. Fallen gets the spray shot anyway. What is that? What? What is that? He's playing this one very passive. Waiting, gambling that both players come from the same side. And he is correcting that assumption. He's gonna get a second. Surely not! Fallen! Oh my God! What a play! Out of nothing! He picked up a 1v3! Но помимо того, что он два раза выиграл мейджор, Fallen стал крестным отцом на бразильской сцене. Неважно, через классы, которым предлагается версия университета ПКС, или талантом находить неизвестных игроков и доводить их до совершенства. Добавок к его статусу самого важного игрока в истории Counter-Strike, Fallen идеальный пример позитивности. Он безумно скромный. Ты лучший овавер, Базилии. Не, я даже не самый лучший овапер в своей команде. И по-настоящему герой для всего поколения фанатов КС. Я хорошо сыграл, Fallen? Хорошо сыграл. Только скажи, что он тоже сыграл хорошо. И как мы перешли из этого вот в это? Я им позволю поставить бомбу, ведь я такой тупой! Невозможно точно сказать, когда зародился образ плохого Fallen, но точно ясно для чего. Несмотря на доброту обычного Fallen, плохой Fallen это интересный метод борьбы с хаотичным кошмаром под названием матчмейкинг. Плохой Fallen это шутка. Он родился, когда мне хотелось высказаться, но я сам этого сделать не мог, и я подумал, что это будет забавно. Из всех соревновательных культур киберспорта, КС возможно самое худшее. На профессиональном уровне игрога шикарно структурированная симфония, битва навыков и тактики между лучшими. Но на обычном уровне это котел из токсичных подростков, 30-летних расистов, на которых кричат эти подростки, и море людей, мешающих играть. В этом и проблема матчмейкинга. Он может свести с ума даже самых умных игроков и довести их до отчаяния. И не важно, насколько сильно ты пытаешься помочь своим тиммейтам. Рано или позднее, они точно обосрутся. Нет, кинь дым на бамбу, кинь дым на бамбу! Кинь, чертов дым на бамбу! Нажми на бамбу, он не пикает! Слепи его! Цветы боги! И Фоллин нашел решение этой ситуации. Адаптировал сатирический образ стримера, который сможет бороться с гениальными решениями своих сокомандников. Еще раз, кинь флешку я готов. Узнаваемый по своим коронным очкам и очень нелепой улыбке, интересы плохого Фоллина, топтать всяких дармоедов... У вас есть флешки? Что? Что? Манерно плохие издевательства... И... притворяться гоночной машиной? Почти... Когда обычный Фоллин собранный, систематичный и бескорыстный, плохой Фоллин кто угодно, только не он. Он физическое воплощение всего матчмейкинга. Когда я играю в очках, если они меня спрашивают... Слушай, можешь подсадить? Нет, ты меня подсади. Вот так должно быть. Ты подсади. О чем ты думал? Подсади мой член. Успокойся. Подсадка не дает статистика. Подсади. Да пошел ты. Подсади в окно. Блин, подсади в окно. Эй, чувак, что ты его от меня посадил? Да, если ты что-то не натворил, будь уверен, что он тебе об этом скажет. Что нужно сделать сейчас, чего нельзя было делать на пистолетке? Заметьте КТшника. О, он упал вниз. Что ты, блядь, делаешь? Ты дашь ему умереть со спины. Люди обожают плохого Фоллина. И с точки зрения изучения, они находят как нестанно полезным, когда он руководит каждым их движением. Двигайся, стреляй. Хороший раунд. Хорош, мужик. Дошло до того, что подписчики стали присылать видео для изучения плохим Фоллин и... И черт возьми, он беспощадный. Подожди, стикер КНСа, и момент присылается мне, ты издеваешься. Отправь это КНСу, серьезно. Кучу стикеров Фоллина на рынке. Два мейджора, пять тысяч долларов на аккаунте, и ты наклеишь стикер КНС на него? Ты иди ты нахер! Этот Фоллин, возможно, начинался как внутренний прикол. Но со временем он начал набирать обороты, и из-за этого даже сервера уже не смогли его выдерживать. Люди начали много говорить об этом матче, но я хочу сказать, он будет легким. Объясню это по нескольким причинам. Вы проиграете фейс. Первое. Ваш тренер старик. Олло был лучшим игроком в 2015-м, но я тогда даже не играл. Я занимался другими вещами. Когда начал играть, я в Олло больше не появлялся. Гвардин, я тебя видел вчера в тренировочной, и мы пытались что-то изучить, но это было слишком для тебя. Перемещаемся в нынешнее время, и Плохой Фоллин, пожалуй, самый любимый мем во всем Counter-Strike, который вызывает восхищение и имитацию. Мы придумали Плохого Тако, и он зашел слишком далеко. Вопрос, почему? И ответ очень прост. На каком-то уровне мы все Плохой Фоллин. Очень легко быть Плохим Аликсом. О, я могу быть Плохим Аликсом. Пошел ты. Counter-Strike очень мастерски построенная игра. Но есть много случаев, когда она заставляет потерять свой рассудок. Главное контролировать свою злость и справляться с этим здоровым способом. Как бы это странно ни звучало, Плохой Фоллин это призыв к хорошему. Он помог многим людям в Counter-Strike справляться с агрессией и стать тем напоминанием, что единственным человеком, который вершит твою судьбу на сервере, это ты. Всем спасибо большое за просмотр. Надеюсь вам понравилось данное видео про Фоллина. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что комментарий каждый для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на Donation Alerts есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих видео.